Всем привет! Продолжаем гулять по моему городу, путешествуем. Малодискосельский проспект 14, Сиркушская 40 и Подольская 39. Архитекторы Розинский, Котов, год постройки 1879, 1880, 1908. Стиль эклектика. Архитектор Розинский, Василий Федорович, левая часть, 1879, 1880, 1908. Гражданский инженер Котов, Леонид Васильевич. Я пользуюсь данными сайта Сити Волос. В адресной книге на 1896 год хозяином обоих домов назван крестьянин Василий Терентьевич Белугин. В это время в доме 1439 на углу Подольской располагалось Яроское училище для девочек и принадлежавшее разным владельцам чайный магазин, булочная, свечная лавка, молочная ферма и две столярные мастерские. В доме 1640 на углу Серпуховской. Питейное заведение, квасная и мелочная лавка. Башмачная столярная мастерская, принадлежавшая домовладельцу. Здесь была и сенная лавка. На 1897 год Белугин еще показан домовладельцем. Что касается членов народной воли, живших здесь в течение полугода по документу супругов Пришиминых и жившие здесь под видом их прислуги Людмилы Дементьевны Терентьевы. Они были работниками располагавшейся здесь в типографии народной воли. Руководил работой в типографии Михайлов. Его партийная кличка была Дворник. Прибор для оттискивания корректур, служивших печатных станков, стоял на обитой черной клеенкой кушетке, подножки которой подкладывали гуттаперчевые подушки для заглушения шума при печатании. Последним изданием типографии стала листовка с казни 1 марта. 2 мая 1881 года, уйдя после обеда, не вернулась домой Терентьева. Это означало, что она арестована. На следующий день по распоряжению исполнительного комитета Грачевский и Ивановская, взяв самые важные бумаги и уничтожив оставшиеся, покинули типографию. Ивановская Просковь Семеновна, член исполкома народной воли, жила здесь в 1880-м, в квартире 26. Грачевский Михаил Федорович, член исполкома народной воли, жил в начале ноября 1880-го года, в квартире тоже 26. В этом доме в 1890-х годах жил студент аналогического института, один из организаторов марксистского кружка технологов Герман Борисович Красин. Вместе с братом Леонидом они входили в кружок Брусаева. На квартире Красина неоднократно бывал Ленин. Здесь состоялась его встреча с рабочим революционером Шилгуновым. Герман Борисович Красин, доктор технических наук, первый директор Государственного института сооружений в Москве, член-корреспондент Академии архитектуры СССР, был главным инженером управления строительства Дворца Совет, выступал на пленуме Союза архитекторов в 1939 году с докладом конструкции и материала. Известны предложения Красина о развитии Москвы по звездному плану. Проект был основан на системе усовершенствованного транспорта. Все, что в 10 минут въезда от центра, центр, 50 минут в периферии. Брат Германа Красина, Леонид, более известен как партийный и государственный деятель большевиков, занимал должности наркома в 1818-20-х годах. В этом доме в 1893-1894 годах Ленин неоднократно бывал у Красина и впервые встретился с передовым петербургским рабочим организатором рабочих кружков Шилгуновым. В 1909-1931 годах жил Лежоев Павел Константинович, гражданский инженер, архитектор Николаевского приюта. Жил здесь Милевский Генрихович, поляк, беспартийный, инженер-технолог, отдел номер один Кировского завода. Комиссия НКВД и прокуратуры приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 20 сентября 1937 года. Вот такие данные я нашел в интернете на сайте сети Волс по адресу Молодецко-Сельский проспект 14, Серковская 40 и Подольская 39. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok